Всем привет, с вами Прио. Внимательно прочитав название видео, я думаю, некоторые люди прекрасно поймут, о чём пойдёт речь. Ну окей, объясню полностью, что будет сегодня в видосике. Самый обычный разговорный видосик, в котором я буду высказывать абсолютно всё то, что представлено на вот этой интересной картиночке, а именно 30 дней о World of Warcraft. На текущий момент, перед сном, зависая в инстаграмчике, переписываясь с некоторыми людьми, они вот сказали мне такую интересную вещицу, что вот можно, например, как вариант для своих зрителей, для своих подписчиков рассказать о себе таким образом, и это будет интересно. Я думаю, это действительно будет интересно, к тому же некоторые из этих вопросов вы частенько задаёте на стримах, а тут прям хорошенечко так всё по полочкам будет расставлено. И то есть, например, если будет какой-то такой вопрос на стриме, я просто кину этот видосик, человек посмотрит и узнает много нового, интересного обо мне. Ну окей, начнём. По-хорошему, конечно, это всё нужно разделить на 30 дней, и в течение 30 дней каждый день высказывать всё то, что написано на этой картиночке. Ну это как-то долго, и к тому же на YouTube-платформе всё-таки лучше сделать под один видосик все эти 30 дней. День первый. Ваш первый персонаж. Мой первый персонаж был создан даже не на этой учётке, на которой я играю в текущий момент. Первый мой персонаж был воин, и был он создан на учётной записи одноклассника, который, собственно, и привёл меня в эту игру, который мне её показал, но лишь поверхностно. Далее. День второй. Самый большой придурок, с которым вам приходилось иметь дело в игре. Ой, слушайте, так это я могу высказать абсолютно всё про всех людей, которые взрывали бомбы в рейде прямо на Мегакруте, и которые летели с корабля на Джайне. Их много, их всех уже просто-напросто не вспомнить, но если выделить, наверное, самого главного, может быть, это тот человек, который делает цитатки в Дискорде? Да нет, не думаю. Сложный вопрос на самом-то деле. Таких людей много, потому что, играя 10 лет в эту игру, очень много встречаешься с какими-либо людьми, и есть люди хорошие, есть люди не очень, есть люди, которые просто весёлые сами по себе, а есть люди, которые, например, делают какую-то полнейшую дичь. Вот таких людей много было после всех походов в Бзда. Могу точно высказаться насчёт этого, то что, да, их реально многовато. День третий. Класс, которым вы играете сейчас. Ну, на текущий момент я на войне при записи этого видосика, но мейном моим в текущий момент и в Shadowlands будет ДК. Почему именно ДК? ДК будет хорош по старту контента, как мне кажется. ДК поинтереснее на текущий момент, то есть у ДК есть гриппы, у ДК есть ранжовый киккаста. На ДК просто-напросто приятно играть. Ну и к тому же на ДК я апнул 2400, получил все эссенции четвёртого ранга, то есть на нём очень-очень много времени, в принципе, проведено. День четыре. Любимая локация в каждом дополнении. Нужно ли учитывать классик? Вопрос хороший. Окей, ладно, давайте учитывать его. То есть что у нас получается? Первоначальная наша локация — это Восточное Королевство и Калимдор. Сложно что-то выделить. Скорее всего, тёмные берега, потому что на текущий момент тёмные берега переработаны под БФА. Часто на них находишься, и локация такая часто изменяемая. То есть в Катаклизме её переделали, в текущий момент в Battle for Azeroth у неё есть активность. Наверное, да, тёмные берега, потому что просто-напросто более-менее активная локация. Если смотреть по запределью, то, скорее всего, это Награнд. Награнд — хорошая мирная зона, там животные ходят, пасутся, им вообще по кайфу в принципе. Лич Кинг, если рассматривать, зоны Нордскола, то, скорее всего, это будет Ледяная Корона. Да, Ледяная Корона, само собой. Ну и к тому же там Цитадель Ледяной Короны. Рейд всё-таки. Далее, Катаклизм у нас были просто изменённые зоны. Мне очень нравится Ульдум. Ульдум — хорошая пустынная локация, которая была представлена в Катаклизме. Стартовые квесты чудесные, там когда из клетки выбираешься. Ну, прикольно, прикольно довольно-таки. Далее, что у нас было по дополнениям? Пандария. В Пандарии дол очень красивый, и локацию эту часто меняли. То есть, получается, там горош постарался. В общем, веселье то ещё происходило в доле. Что было после Пандарии? Дренор. В Дреноре... Где его карта? Вот она. Очень хорошая долина призрачной луны. Может быть, из-за того, что я играю на Альянсе, и большое количество времени проводил в гарнизоне, поэтому мне нравится долина призрачной луны. Ну, не знаю, она классная. Тёмный оттенок её радует. Радует, там, животные хорошие ходят. Рарники. Тёмные порталы спавнятся. Да, хорошая локация дали на призрачной луны, в принципе. А после Дренора... Какое у нас было дополнение? Так сложно об этом рассуждать, когда много лет играешь в эту игру. Ой. Буфа? Легион был, да. А в Легионе Сурамар. Хоть его и много хейтят. То, что локация неудобная, но Сурамар очень красивая локация. Особенно городок, и особенно рейды и подземелья, которые там представлены. После Легиона у нас уже был Battle for Azeroth. Full Tiras Zandalar. Сложный выбор. Шесть локаций всего лишь. Долина Штормов хорошенькая. Там пчёлки. И я не могу какого-то другого аргумента высказать. Ну, Долина Штормов хорошая, да. Далее будет Shadowlands. И в Shadowlands, пожалуй... Я ещё не определился. Но оба стеон хорошая локация, судя по Альфе. Далее. День пятый. Ваше любимое классическое подземелье. Ну, давайте откроем... Приводили по приключениям. Откроем классик. И посмотрим. Исходя из того, что я играл на классике около трёх месяцев, любимый и самый, наверное, часто посещаемый данж — это глубина Чёрной горы. Поэтому, да, глубина Чёрной горы. Особенно с ластом в виде Таурисана. Всё смотрится реально круто и бомбезно. Да, глубина Чёрной горы, пожалуй. Хороший данж. Замечательный. Далее. День 06. Ваша любимая цепочка квестов. Я бы точно ответил на этот вопрос, если бы недавно делал Хранитель Мудрости. Но Хранитель Мудрости сделан ещё в 2012 году, насколько я правильно помню. Откроем задание. Да, в 2012 году всё правильно. То есть, сложно насчёт этого рассуждать. Любимая цепочка заданий. Наверное, самая первая цепочка, которая была в Дреноре, там, где мы бежали от орков, разрушали тёмный портал. Да, это прикольная цепочка, почему бы и нет. Если так вот сразу вспомнить, то, наверное, она, если подумать, может быть другая. Ну, скорее всего, Дренорская, да, первоначальная цепочка. Интересная очень. Ваша любимая музыка в игре. Я играю на текущий момент без звука. Стримы тоже проходят без звука в плане музыки какой-либо. Мне неудобно в наушниках сидеть. Давит на очки неприятно довольно-таки. Вот. Но в тот момент, когда я ещё сидел в наушниках, когда у меня играла игровая музыка, то очень хорошая музыка в локации Бастион. На Альфе Shadowlands. Музыка просто замечательная. То есть, я помню её мотивы, которые играли ещё полгода назад, восемь месяцев назад, когда только-только стартанула Альфа. И я могу сказать то, что музыка именно там очень хороша. Вообще, музыка в игре, в принципе, вся реально эпическая. Но именно вот в локации Бастион она очень хорошая. Идеально просто подобрана к этой локации. ПВЕ, ПВП, РП. День 8. Тут, похоже, я должен рассказать о чём-то в плане заслуг интересных. ПВЕ, ПВП и РП. Или занимаюсь ли я этим? Непонятный какой-то вопрос. РП я не занимаюсь, окей. ПВП пришлось заняться в четвёртом сезоне с целью того, чтобы получить эссенцию, чтобы получить звание Защитник Азерот. ПВЕ занимаюсь исправно. Каждое дополнение закрываю рейд. Каждое обновление. Лутаю кромку, лутаю ачивочки, лутаю шмот. Всё в этом плане нормально. День 9. Орда или Альянс. И почему? Альянс. Потому что я привык играть на Альянсе. А первоначальный персонаж тоже был на Альянсе, поэтому решил продолжить эту тенденцию. Орда как фракция просто не интересует. Есть, конечно, один ордынец у меня, но сделал он просто ради того, чтобы делать на нём тейлики и лутать всяких там маунтов. Вот, кстати, интересно дальше, да? День 10. Любимый маунт. Любимый маунт Спектрал. Стремительный призрачный тигр. Замечательный, красивый, хороший маунт. Ценный. Очень ценный на текущий момент. Цена на различных площадках очень высока. Маунт, конечно, кто-то скажет на любителя, но я скажу то, что маунт красивый. День 11. Ваш любимый трансмог. Так как в основном у меня персонажи латники, то есть вар, дека, то у них нет единого какого-то трансмога, так как, например, тот трансмог, который на варе у меня, он вообще пвпшный. Тот трансмог, который на дека, он добывается только на дека Санторуса, Мифик. В текущий момент хочу переделать трансмог, и мой новый трансмог станет как раз-таки моим любимым. Поэтому в скором времени тот трансмог, который будет на дека, он реально будет кайфовый, и он для меня станет любимым. День 12. Ваши ачивы. Скрин. Ну, получается вот. 28 750. Ачивы потихонечку делаются. Прогон по мехагону делается. Пустарь архитектора потихонечку делается. Я не знаю, на ком я быстрее его сделаю. То есть на варе вроде бы нужны полевай боты, а я не могу строго ничего дропнуть. Нужен запрос. А очистительная станция с коллайдерами не запускается. То есть все печально. Я хочу сделать прогон по мехагону. День 13. Ваше любимое дополнение. Классика, БЛ, Лич, Катаклизм и прочее. И почему? Пандария. Потому что в Пандарии были введены инсты в режиме испытаний. Это новый контент для Варкрафта. И именно пандаринские испытания положили начало системе Мифик+. Когда вы начали играть? Если глянуть прикрепленную запись к моей почте, то ее цифра 2009. В 2009 году была создана эта учетная запись. Но, как я говорил изначально, еще в дне первом, я играл на другой учетке некоторое время. Так что можно еще годок минусануть. То есть считайте, как хотите. Не на своей учетке с 2008, на своей учетке с 2009. То есть если, например, глянем какие-нибудь великие подвиги касательно годовщин, то тут должно быть что-то давнешнее. 2009. Может что-то найдется? Какой-нибудь, как вариант, хмельной фестиваль? Давайте посмотрим. Так где оно? Вот игровые события. Хмелевар. А, он даже завершен у меня в 2009 году. Ну вот, настолько все весело. День 15. Ваше любимое подземелье и рейд. Мое любимое подземелье Вечное Цветение. Вечное Цветение из Дренора. Там хорошо голдишка фармилась. И это подземелье было в режиме испытаний. Также там был один очень интересный скип. Сейчас если я открою карту, то могу его показать. Подземелье Вечное Цветение. Показать карту. Вот тут вот, вот тут вот, можно было по горе пропрыгать. И то есть, минуя этот трэш, этот коридор, можно было пройти к древним защитникам. Это жестко было. Реально было круто. Также можно было тут забраться. Два скипа даже в этом донже было. Касательно рейда. Давайте подумаем, что у нас вообще было по рейдам в последнее время. Старые рейды меня не особо привлекают. Они так чисто для маунтфарма. Анторус хороший рейд. Анторус гробница Саргераса. Гробница Саргераса даже, скажем так, большую любовь к ней выражаю. Да, гробница Саргераса мой любимый рейд на текущий момент. Но, как говорится, Shadowlands может многое поменять. День 16. С кем вы играете? На текущий момент в Warcraft не так много активных занятий. Многие люди занимаются маунтфармом. И мы периодически со зрителями влетаем в заранее собранные группы и маунтфармим. Также некоторые зрители помогают мне с дропом холона и других интересных маунтов. За что им огромное спасибо. День 17. Почему вы начали играть в WoW? Это хороший психологический вопрос, на который я до сих пор не могу ответить. Я играю в WoW на текущий момент, потому что за счет Warcraft я делаю контент, который вроде бы как людям даже нравится. А также советики могу интересные дать за счет своего большого игрового опыта. Наверное, я чуть-чуть нужен этой игре, поэтому я продолжаю в нее играть. Наверное, это высокомерно прозвучало, но как-то так. День 18. Лучшее и худшее в WoW, на ваш взгляд. Лучшее то, что можно делать различную социализацию. Можно с людьми общаться, можно с ними ходить в рейдике. Например, на текущий момент многие люди из дома не выходят из-за проблем в мире. Мы прекрасно знаем, каких. Вот. И то есть, например, MMORPG, различные игры онлайн, они позволяют встречаться людям, и что-то делать вместе. Это круто. Лучшее, пожалуй. Маунт дроп касательно его процента. Проценты дропа различных маунтов, они реально огорчают. Это реально самое худшее, что только можно придумать. 280 попыток на эксперимент 12b, и примерно столько же на пылающего дракона. Ну что это такое? Где мой маунт? Алло. Любимые класс, раса и почему? Начну ответ на этот вопрос с конца. Любимая раса человек. Потому что зачем что-то придумывать? Можно создать человека и просто кайфовать? Лутать дополнительную репутацию? И все на этом. Касательно класса, ДК на текущий момент, но вообще я не особо к этому привередлив. То есть, у меня есть все классы абсолютно, но все же ДК одет лучше, ДК интереснее для меня, ДК мейн, ДК в рейдовой гильдии находится, поэтому ДКшка, конечно. День 20. Как вы придумали ник своему мейну? Можно этот вопрос скипнуть? Я не буду на него ответ давать. Слишком рано еще. Серьезно? Слишком рано. Я потом сделаю об этом отдельный видосик, когда придет время. Вот и все. Это всемирная тайна на текущий момент. Это секрет. День 21. Ваше любимое поле боя. БГ. Любимое поле боя, пожалуй, Остров Завоеваний. Я начинал вообще, в принципе, когда в ВОВ играть. Мне очень нравился Остров Завоеваний. Сидишь, с пушечек расстреливаешь. Ну, это прикольно. На ООЛа так же. Но Остров Завоеваний все-таки побольше. Нравится мне. День 22. Ваш любимый боевой питомец. Ух ты. Хороший вопрос при условии того, что их много, и просто-напросто питомцы используются для выполнения локалочек. Пожалуй, какой-нибудь светящийся, наверное, какой-нибудь ТСГшный. Призрачный тигренок красивый, пылающий корги красивый. То есть, такие маленькие, светящиеся питомцы меня очень радуют. Ну, выделю этих двух. Тигренок и корги. Они красивые. День 23. Самый долгий перерыв тигры. Сколько и почему? Ну, около, наверное, шести или восьми месяцев. Это было в тот момент, когда я только начинал играть. Скорее всего, это было с конца 2009-го до, наверное, конца лета 2010-го. Мне лет немного было, в принципе, оплачивать игру ежемесячно. Это такой хороший удар по карману. Но начиная с сентября 2010-го уже игра нормально оплачивалась. Ежемесячно. Да? День 24. Ваш любимый скриншот. В основном, это скриншоты, которые делают мои подписчики на фоне АФКшущего меня. Также, это скриншоты в виде публикации моих стримов в Battle.net лаунчере. Я не так часто делаю скриншоты, но модификация Rarity делает сама скриншоты дропнутых маунтов. А когда дропаются маунты, это счастье. Так что, пожалуй, все скриншоты с полученными маунтами для меня это счастье. И все эти скриншоты можно глянуть в АК-группе. День 25. Что ты слушаешь во время игры? И я слушаю свой внутренний голос? Ладно, шучу. На самом деле, если это проходит вне стрима, я могу что-то из своего плейлиста послушать. Могу, как вариант, на стрим какой-нибудь зайти. На ком-то могу задержаться на там полчаса, часик. Какое-то просто возьму, открою, закрою. Могу видосики какие-нибудь почекать. По-разному, то есть, что-то прям порекомендовать касательно музыки я не могу, наверное, у каждого свой музыкальный вкус. День 26. Составьте список ваших персонажей и их уровни. Проще простого. Есть модификация под названием Armory, и с ее помощью можно глянуть абсолютно всех персонажей, которые только имеются на учетной записи. Таким образом, мы можем увидеть абсолютно всех персонажей, абсолютно все классы, абсолютно все время проведенной игры. День 27. Любимые титул или титулы, которые вы носите над головой. Давайте посмотрим, что у меня на войне в текущий момент. Защитник Азерот. На ДК примерно так же. До этого бегал с Ангелом Анархии. Это звание, которое дается за прохождение глубин Черной Горы в режиме Битв Питомцев. Видосик по прохождению глубин Черной Горы в режиме Битв Питомцев есть на ютубчике. То есть, там все сетапчики, там все-все-все показано. Сайтом пользуетесь и легко все делаете. До этого, наверное, было звание Безумный Кошатник. Хорошее звание тоже. Гайд по получению этого титула есть на ютубчике. То есть, можете глянуть. Все очень и очень легко делается. Хотя кто-то думает, что это очень тяжелое звание. Окей. Далее. День 28. Ваш любимый и нелюбимый босс. Любимый босс, опираясь на мой любимый рейд, это Килджедон. Килджедон мифический был реально хорош. На нем механики были просто самые замечательные. Можно было с платформы улететь. На текущий момент ты не улетишь с платформы, если сам не прыгнешь. То есть, тебе просто дана боевая область, ты в ней сражаешься на Зоти. Ну что это за ласт вообще? Нельзя упасть с платформы. Как так? Нелюбимый босс. Давайте подумаем. Наверное, в Виларе из ЦАПа там была механика понижения максимального ХП. Знаете, когда у тебя одно ХП, потом резко другое ХП, это немножко неприятно. То, над чем вы очень много работали в Варкрафте. Я не скажу, то, что я над чем-то прям очень много работаю в ВОВе. В принципе, если поговорить о маунтах, то маунты приходят сами по себе. То есть, я что-то делаю, они лутаются. Просто так на месте не сижу. То есть, постоянно нахожусь в какой-то активности. Над чем вы очень много работали в Варкрафте. Сбор легендарки, ну это дефолт на самом деле. То есть, сбор легендарки, он всегда требует много времени. Темный эскорб пару месяцев. в блоке отца собираю. Тоже понимаю, то, что пару месяцев. Ну то есть, я не знаю. Сложный вопрос. Я не вспомню что-либо, что я долго делал за все эти 10 лет. Прокачка персов легкая, дело не легендарок. Ну ты быстрее никак не сделаешь, система не даст. Дроп маунтов. Пожалуй, да, наверное, дроп каких-то маунтов. Все-таки не везет в некоторых моментах. День 30. Ваш мейн. Ссылка на оружейную и скриншот. Мой мейн при АДК, находящийся в рейдовой гильдии Брутфорс. Ссылочка на оружейную будет в описании к этому видосику. Скриншот. Вот, пожалуйста. Сокеты все как надо, все красивенько, по фэншую, по припатчу, как говорится. Вот и все. 30 дней о World of Warcraft рассказаны. Постарался максимально объемно ответить на все поставленные вопросы, на все поставленные дни, скажем так, ответил максимально как только можно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!